Одиноких и нуждающихся без помощи не оставят. Принесут продукты, отведут в поликлинику, пойдут за необходимыми документами в любые инстанции. Еще и по душам поговорят. Вместе с сотрудниками Химкинского центра социального обслуживания на дому наша съемочная группа посетила одного из подопечных милосердия. Слово Юлии Аряниной. Пара сумочек и тележка. По улице идти не так сложно, как по ступенькам. Радуется Ирина Шуленкова, социальный работник центра обслуживания на дому милосердия. У нее 12 подопечных. Работа очень разносторонняя. Здесь кроме продуктов и лекарств обыкновенных, здесь еще нужно и к врачу сходить, и сопроводить, в другой раз в поликлинику, и навестить, и мусор выбросить, и что-то помочь, давление померить. С готовкой и уборкой Александра Павловна Соколова справляется без жалоб, но за продуктами инвалиду выбраться почти невозможно. Все по правилам. Покупку оплачивает подопечный. Социальный работник предоставляет чеки из магазина и все записывает в специальный дневник. Ирина Вячеславовна, у меня самый дорогой человек. Мы немножко так разные дела поговорим, что нехорошо, что хорошо. Не всегда есть время раздеться, чтобы отдать продукты, но без эмоциональной составляющей в их деле никуда. К подопечным привыкают и даже в нерабочего времени общаются, хотя это и не входит в круг обязанностей. Конечно, нас никто не обязывает чисто психологически с человеком общаться, какие-то вопросы затрагивать, которые не входят в наши обязанности. Но так или иначе мы же с этим пересекаемся. Стать подопечным центром милосердия просто. Достаточно позвонить по телефону 8 495 572 94 84 и рассказать о себе, какая ситуация, имеются ли льготы, инвалидность. Помогают даже тем, кто живет не один, но родственники с уходом не справляются. Созваниваемся с этим человеком, договариваемся, обязательно предупреждаем о своем приходе, выходим на дом, объясняем, какие документы нужны, пишется заявление о приеме, составляется акт обследования и потом уже по факту заключается договор. Обслуживание платное, но учитывается доход подопечного и услуги, которые человек запрашивает. Так что бывают скидки и до 100%. Самая большая сумма оплаты – 800 рублей. Сейчас сотрудники центра заботятся почти о тысяче человек. Юлия Арянина, Валерий Алексеев, Служба новостей.